8 причин, почему Роджер Федерер великий теннисист. Поехали! Всем привет! Это Дмитрий Эдберг и в сегодняшнем видео мы разберем 8 причин, почему Роджер Федерер является великим теннисистом в истории тенниса. Вы увидите, как об игре Роджера отзывается его современник, теннисист его поколения Николай Давиденко. Как он сравнивает игру Роджера Федерера с Новаком Джоковичем и с игрой Рафаэля Надаля. Также я вам покажу, какие 10 секунд лично я считаю в карьере Роджера Федерера наиболее показательными в его истории. А также в концовке видео я сделаю свой личный вывод, кого из великой тройки Рафаэля Надаля, Новака Джоковича и Роджера Федерера я считаю лично самым великим из них. Поехали! Причина номер 1. Стиль игры Роджера Федерера. Его техника так называемый effortless style. Непринужденная и красивая техника. Не случайно часто Роджера Федерера называют гением, либо маэстро тенниса. Роджер не работает на корте, он не мучается, он не борется, он играет, он творит. Роджер одержал много эффектных, часто кажущимися легких побед. Были, конечно, и волевые победы, но не так много, как у Новака Джоковича или Рафаэля Надаля, которые, кажется, впиваются в соперника своими когтями и борются до конца. Роджер, по моему мнению, больше склонен творить на корте и добиваться побед за счет чистоты и точности своей техники, технического и ментального превосходства над соперниками. Больше, чем за счет психологических сверхусилий. Возможно, это и есть главная слабость Роджера, что он прежде всего творец на корте, а не борец. Но за игрой Роджера Федерера можно наблюдать и восхищаться. Такая легкая, непринужденная техника и позволила Роджеру устанавливать рекорды по количеству полуфиналов и четвертьфиналов подряд на турнирах Большого Шлема, не говоря уже о количестве побед на этих турнирах. Ребята, если вам нравится это видео до сих пор, прошу вас подписаться на этот канал, поставить лайки и колокольчики, потому что это важно для продвижения этого контента на ютюбе. Спасибо. Поехали дальше. Причина номер два. Титулы и трофеи Роджера Федерера. Роджер на этапе своей карьеры был самым титулованным игроком. На момент записи этого видео к швейцарству подобрались близко Новак Джокович и Рафаэль Надаль. И возможно эти двое не на многое передят Роджера Федерера по количеству трофеев и титулов. Но мы должны всегда понимать, что на протяжении 90% времени карьер этой троицы именно швейцарец был всегда впереди. И серба, и испанца. Кто-то скажет, что все закономерно. Роджер имел 2-3 года больше времени перед появлением Надали и Новака. И они имеют теперь запас несколько дополнительных сезонов на финише их противостояния. Да, это так. Но факт есть факт, что Рафа и Новак возможно его опередят лишь после того, как швейцарец фактически уже не будет играть в туре. Ну и вообще именно Федерер настолько поднял планку в достижениях для своего времени и последующих поколений, что Рафа и Новак лишь следуют за ним. Причина номер 3. Доминирование в туре. Примерно 2-3 года Роджер полностью доминировал в туре. То есть был не просто первой ракеткой мира, а еще и на голову всех опережал. Да, впоследствии также такие же периоды были и у Рафы Надали и у Новака Джоковича, когда они также примерно по 2 года доминировали тоже. Новак даже по времени дольше занимал первую строчку рейтинга. Но мы должны отметить, что Роджер в любом случае был самым сильным доминирующим игроком для своего времени. А также постоянно конкурировал за первое место с новым поколением Рафы и Новака. За период с 2004 по 2007 год, за 4 года Роджер Федерер выиграл 11 из 16 турниров Большого Шлема, а в 5 которых не выиграл из них, дважды был в финале. Если взять период с того же 2004 года, уже по 2009 год, Роджер выиграл 15 из 24 турниров Большого Шлема и в 6 еще играл в финале. Вот это доминирование. Именно Роджер мог задолго до Новака Джоковича несколько раз повторить рекорд Рода Лейвера по выигранным 4 подряд турнирам Большого Шлема. Как просто, так и в одном календарном году. Но, конечно, Рафаэль Надаль не позволил сделать это швейцарству. Так что к чему приближался Новак Джокович в 2014 и 2016 годах, а также в 2020 и 2021 годах, уже проделывал до него Роджер Федерер в период с 2004 по 2009 годы. Конечно, Новаку все-таки удалось выиграть 4 подряд шлема и как бы галочка на стороне серба. Однако, мы отмечаем, что Роджер также дважды максимально приближался к этому стрессовому рекорду. Причина номер 4. Игры против других великих. Новака Джоковича и Рафаэля Надаля. Да, именно из-за Роджера Федерера перед именами Рафы и Новака будет стоять приписка в кавычках «другие великие». Поскольку первым, как бы оригинальным великим игроком, это, конечно же, является Роджер Федерер. Ну окей, хейтеры Роджера Федерера и фанаты Рафаэля Надаля скажут, что Рафа имеет почти подавляющее преимущество в личных встречах над Роджером Федерером. 24 победы в пользу Рафы и 16 в пользу Федерера. Да, с этим не поспоришь, но надо понимать, что Роджер и Рафа играют в разных стилях. Стиль Рафы заточен на игру на грунте, где его трудно обыграть классической обычной техникой. Да, Рафа побеждал Роджера и на траве, и на харде также. Но и Роджер одерживал не одну знаковую победу над Рафаэлем Надалем в важных матчах. Спасибо большое, ребята. Ну и главное, что Рафа игрок, который на 4 года младше. И его как раз и готовили выигрывать у игроков, так сказать, классической техникой, а именно над Федерером. Именно это и было предназначение Рафы победить старую школу, в то время как Роджера совершенно не готовили в будущем играть с, возможно, когда-нибудь появившимся гением топ-спинов, каким в итоге стал Рафаэль Надаль. Тогда их просто таких не было. Другими словами, Роджер изначально не был натренирован играть против бешеных вращений. Швейцарец все-таки из другого поколения, но об этом чуть-чуть позже. А вот с другим, скорее всего, самым титулованным в будущем теннисистом, Новаком Джоковичем, у Роджера Федерера очень приличная статистика. 23 победы и 27 поражений. То есть почти паритет. Нету тут какого-то подавляющего преимущества. Ну и тут можно учитывать разницу в подготовке и технических примочках Новака, ровесника Рафаэля Надаля. Они оба чуть более совершенное поколение, чем Роджер. Именно Роджер очень прилично трепал Новака, который зачастую лишь благодаря воле и везению отыгрывался из безнадежных ситуаций, в которые его загонял как раз Роджер Федерер. На памяти три их важнейших игры на турнирах Большого Шлема. Две на US Open в полуфиналах, где дважды Новак уходил с двух матчболов. Ровно так же, как и в финале Уимблдона 2019 года. Три раза Роджер не реализовывал двойные матчболы, дважды на своей подаче. Реализует тогда Роджер свои матчболы в тех матчах и их статистика по матчам сейчас была бы 26 на 24 в пользу Роджера Федерера. А по выигранным турнирам Большого Шлема было бы 21 в пользу Роджера и 18 у Новака Джоковича. Понятно, что история не терпится слагательных наклонений. Но вероятность такого исхода была на те моменты матчболов Роджера Федерера очень даже велика. Кто бы в те моменты матчболов поставил бы на Новака Джоковича какую-нибудь ставку? Понятно, что никто. Везунчик же Новак, он отыгрывался. Именно Роджер остановил сумасшедшую победную серию Новака Джоковича в 2011 году в полуфинале Роланга Рос. Именно те 10 секунд после забитого матчбола от Роджера в красной тенниске и с поднятым вверх указательным пальцем, мол, подождите молодые, я тут пока еще хозяин. Именно этот образ Роджера и есть мой самый главный в памяти и момент в его карьере. Посмотрите на это видео. Тогда Роджер Эйсом забил свой матчбол против Новака. И как же ему еще потом несколько раз не хватило такой же уверенной одной подачи против серба на своих матчболах. Особенно в финале Уимблдона 2019 года. Да, как я и говорил в первом пункте этого видео, Роджер игрок и творец, но к сожалению не очень хороший борец на корте. С другой стороны, если Роджеру и можно забросить упрек в том, что он давал слабину в напряженные моменты некоторых матчей. Но также и верно то, что Роджер настоящий боец в игре в долгую, то есть на протяжении всей карьеры. Он не сдавался и из года в год держал себя мотивированным для полноценной борьбы против и Рафы, и Новака. Перерыв между его выигранным 17-м титулом Большого Шлема в 2012 году на Уимблдоне и 18-м титулом на австралийском чемпионате 2017 года составил почти 5 лет, то есть 18 турниров Большого Шлема. И все это время Роджер Федерер держал себя в форме и ждал своего шанса. Также в статистике с другими великими молодыми теннисистами из своего времени Роджер был грозной силой. Вот, например, как об игре Федерера отзывается Николай Давиденко, сравнивая игру Роджера с игрой Новака Джоковича и Рафаэля Нодаля, с кем ему было больше всего сложнее играть. Посмотрите это видео. Вы играли неоднократно и с Федерером, и с Нодалем, и с Джоковичем. Сравните, с кем из них, во-первых, сложнее и какие по ощущениям. В чем отличаются? Меня поймут те, кто более полупрофессионально или профессионально играет. Разница между Федером и Нодалем Джоковичем, то, что Федер чуть быстрее играет и сокращает расстояние между тобой и им, можно сказать, сокращает расстояние. В чем? Он играет длинней, выбивает игрока за пределы задней линии, дает, получается, если ты уходишь за заднюю линию, значит, ты короче начинаешь играть. Он входит в корт, он старается быстрее сократить игру, он старается давлением, постоянно держать давление. Нодаль, который более свободный, стоит дальше за задней, который дает тебе время, который раскручивает мячи. Да, он мучает тебя, он не устает, он бегает, но у тебя больше времени подумать, больше времени создать какую-то игру. Из-за этого легче играть с такими игроками, когда у тебя есть время. Джокович старается, конечно, и так, и так, но все равно темп у него быстрее, конечно, чем у Нодалья, но все равно чуть медленнее, чем у Федера. Поэтому всегда еще есть шанс, всегда играешь, чувствуешь, что у тебя есть всегда момент, ты контролируешь эту игру. Так что, по-любому, сложнее всего быть с такими вот игроками, как Федер. Причина номер пять. Роджер Федерер – это лучший из переходящего поколения игроков от Пита Санфроса до Новока Джоковича. Роджер Федерер – 1981 года рождения. А значит, что когда он начинал тренировки в 8-10 лет, это был 1989-1991 год. На вершине тенниса был Стефан Эдберг, Борис Беккер, Андрей Агасси, Иван Лендл, Джим Курье и вскоре появился еще и Пит Санфрос, чуть позже. Тренера Роджера были, соответственно, продуктами еще более раннего этапа тенниса с Макенроем и Боргом во главе. Это все означает, что технику Роджеру ставили из расчетов технических возможностей того времени, начала и середины 90-х годов. Так что, когда Роджер оперился, так сказать, в профитур, он был продуктом эпохи 90-х годов с техникой того времени. Роджер играл в лучший образец тенниса для конца 90-х годов с достаточно частыми выходами на сетку и плоскими ударами, но и также отлично и мощно играл на задней линии. Роджер играл восточной плоской хваткой, тяжелой по современным меркам ракеткой аж 354 грамма с маленькой головой. У него были разные ракетки от 85 дюймов квадратных голова до 90. Конечно, такая ракетка и хватка не предрасполагала к топ-спинам и была предназначена для игры на быстрых и твердых покрытиях с плоскими ударами. Несмотря на это, Роджер доминировал до конца нулевых годов, пока Рафа и Новак не сместили его с первого места. Но эти двое, как уже говорилось, были продуктами более нового поколения теннисной техники. С большим вращением мяча, более легкими и быстрыми ракетками и с большей головой. Но и тут Роджер умудрялся гонять этот сербско-испанский молодняк еще не один год. Роджер Федерер, можно сказать, немного утрируя, провел на пенсию Пита Сампроса и чуть позже Андреа Гасси. Ведь двоих их швейцарец обыгрывал под конец их карьеры. Причем Агасси было бы в финале мейджора US Open 2005. После чего он заявил, что у Федерера нет слабых мест в игре. Да, до появления Рафы и Надаля так и было. У Роджера не было слабых мест в игре, пока Надаль не начал позже бомбить накрученными ударами с высоким оскоком одноручный бэкхенд Роджера. Так слабое место было найдено, что позволило Рафе взламывать игру Роджера. Также Роджер Федерер расправился с представителями своего поколения, своими ровесниками. Это Энди Родик, молодой обладатель мощнейшей подачи на то время, и Лейтоном Хьюеттом из Австралии. Факт того, что Роджер удерживался постоянно в четверке лучших аж до конца десятых годов, и при этом еще и выигрывал значимые турниры, будучи представителем старой школы, это заслуживает восхищения. Причина номер 6. Теннисное долголетие Роджер уникальный теннисист из современности, которому удалось в таком для профи тенниса большом возрасте выиграть турниры большого шлема и возглавить рейтинг в 36 лет и 10 месяцев. Это было в 2018 году. Это при живых Тарафи и Новаке. Именно на поколении Роджера, рожденных в начале 80-х годов, теннисисты смогли дольше оставаться в туре за 30 лет и дальше. Хотя и им тоже непросто. Но Роджер не только задержался в туре после своего 30-летия, но и успешно там играл до 36-37 лет. Конечно, и Рафа, и Новак также уже подбираются к такому возрасту сейчас. Посмотрим, как они справятся с течением их лет. Но и тут снова скажем, первым и настолько успешным был, конечно же, Роджер Федерер. Причина номер 7. Роджер Федерер – джентльмен на корте и вне его. Швейцарец – образец для подражания, кумир миллионов поклонников. Роджер не ввязывался ни в какие скандалы, всегда себя прилично вел. Он отличный семьянин, отец и муж. Его успехи имеют огромную долю и его супруги Мирки Вавренец, которая всю сознательную карьеру Роджера была рядом и поддерживала его и вдохновляла к его достижениям. Федерер также снимался в прикольных рекламных роликах и выступал образом для респектабельного стиля жизни. Причина номер 8. Перчинки Роджера Федерера. Не все было так гладко. Он тоже человек со своими эмоциями. Роджер в своей карьере редко выходил из себя или терял лицо. Сколько он разбил ракеток на корте. Каждый раз, когда такое происходило, в это трудно было поверить. Но такое было всего-то несколько раз за столько лет в его карьере. Да, бывало, Роджер спорил с судьями, но это тоже было редко. И да, Роджер как-то плакал после проигранного финала, не сдержал горечь поражения. Ну и вот. Уже и Новак Джокович умудрился распустить Нюни также несколько раз. Да, теннис игра нервов и стрессов. И даже стальная психика не всегда выдержит. Роджер человек и также иногда давал слабинки. Как во время невыигранных матчболов против Новака и проигранных матчей против Рафы. За свою долгую карьеру Роджер достигал самой вершины теннисной славы и почитания. Но также швейцаристы терпел обидные и тяжелые поражения. Но поднимался и шел вперед. Всякое было. И это уже история. История великого Роджера Федерера. Вывод. Кто же лучший? Роджер Федерер, Новак Джокович или Рафа Надаль? Это очень сложный и простой вопрос одновременно. Чтобы определить одного лучшего, нужно выбрать четкий один критерий. Поскольку если брать несколько критериев, то эти трое, каждый в своей категории, будут лучшими по-своему. Если же вас интересует мое мнение, то я думаю так. Скорее всего самым титулованным теннисистом по математическим подсчетам станет Новак Джокович. По цифрам и по коэффициентам он превосходит Рафу и Роджера. И самое главное также и по очной статистике с ними. Но тут надо сказать, что такое математическое опережение от Новака превосходит и швейцарца, и испанца на очень незначительный процент. Примерно на 5-10%. То есть значимого доминирования Новака Джоковича в исторической перспективе нет. В ретроспективе. Если говорить о величии с позиции количества поклонников, влияния, оказанного на развитие тенниса, то тут, на мой взгляд, серб отстает от Роджера Федерера, которого, кажется, любят значительно больше людей. Хотя, судя по количеству подписчиков в инстаграме, лидерство у Рафаэля Надаля 12,2 миллиона подписчиков. У Джоковича 9,3, у Федерера 8,7 миллионов подписчиков. Также нужно разграничить, так сказать, специализацию этой троицы. Рафа самый великий на грунте. Роджер на траве. А Новак на Харде. Особенно в Австралии. То есть каждый по-своему великий. Ну и мой личный главный вывод. Сколько бы еще трофеев каждый из них не завоевал до конца своих карьер, эти 15 лет их соперничества в теннисе само по себе великое достижение для них всех и для нас, болельщиков. Их соперничество показало борьбу до последнего очка, пока каждый из них не выжил из себя все силы. Поэтому все они, трое, равнозначно великие. Хотя мое теннисное сердце между ними тремя принадлежит тому, кого я считаю самым-самым-самым великим. И это, конечно же... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok